У нас сложная тема и запись у сложности, да? Господи благослови военно-святого святого Духа, Амир. Иисус означает Спаситель. Имя Ему было наречено Архазиум Гавриилов. Значит, потому что... Почему Спаситель? Потому что Он родился для того, чтобы спасти человека. Он же распялся за нас, это мы знаем, да? Христос. Что значит имя Христос? Он переводится как помазанник. Отчего произошло имя помазанника? Ответ как бы, да? От помазания священным миром, через который подаются дары святого Духа. Вопрос. А один Иисус Христос Божий называется помазанником? Ответ нет. Помазанниками издревле называли царей, просвещенников и пророков. Ну, помазали, да? Как мы знаем, и последнего царя Николая, да? Помазали пророков. Это мы из Библии читаем их помазали, да? Первосвещенников. Ну, как у нас, скажем, патриарха, да? Когда возводят. Ну, и сейчас я могу сказать даже от себя, в крещении святого православного христианина однажды в жизни помазает, даже святого Духа дается. При помазании. Таинское помазание у нас сейчас существует. Вот, да? Значит, но ответ такой. Почему, значит, помазание? Потому что его человечеству безмерно сообщены все дары святого Духа. То есть Иисус Христу по человеческому естеству. То есть как человеку даны были все дары святого Духа. И таким образом ему в высочайшей степени принадлежит как ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. Почему? Потому что многие его почитают за пророка, как скажем, мусульмане, да? Это уже мы знаем из Библии даже и из жизни, из истории. Ну, святость это понятно, потому что мы, опять-таки, из Евангелия, что он многих воскрешал и исцелял, да? И прокаженных очищал. И в Евангелии, например, в первом послании Петра 1.16 написано «Будьте святы, потому что я свят». Я с большой, здесь Иисус Христос прямо говорил, да? Могущество царя, ну, как царь, понятно, что могущество, в чем его проявилось-то в силе? Не только чудес, пророчицы, исцеление, но то, что и он и мертвых воскресал, да? И сам воскрес силой Божией Бога Отца, да? На третий день. И то, что он повелевал стихиями, да? Ходил как по водам, ну, многие, да? И в Евангелии там, как он, царь царей, мы его почитаем там. Дальше. В каком разуме Иисус Христос называется Господом? В том разуме, что он есть истинный Бог. Ну, также Господь есть одно из имен Божьих. Если, значит, говорится, что по Библии взять, то у него более где-то около 500 имен. И он есть и Альфа, и Омега, он и истина, говорит, и Свет, да? И Господь. То есть у него очень много имен. Да, вот. И все это говорит нам в Священном Писании. Так. И опять-таки здесь вопрос. Как, значит, в Священном Писании говорится о божестве Иисуса Христа, Сына Божия? Как раз мы вернулись к этому, что как раз о Его божестве говорит вот место Иоанна 1.1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Для чего Иисус Христос называется Сыном Божиим Единородным? То есть мы сейчас вот читали, Иоанн один, 1 глава 14 стих, да? То он прям и по-имански называется Единородным. Ответ. Этим означает, что Он один, только Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца. И потому есть единого существа с Богом Отцом. И, следственно, без всякого сравнения превосходят всех святых ангелов и святых человеков, которые назывались Сынами Божиими по благодати. Для чего в Семене Верии о Сыне Божьем сказано, что Он рожден от Отца? Этим изображается, соответственно, что личные свойства, которым отличается от других лиц Святой Троицы. Дальше еще такое. Для чего сказано, что Он, с большой буквы, рожден прежде всех век? То есть это мы опять то, что читаем Симму Веры. Почему? Мы же читаем, что Он рожден прежде всех век. Ответ. Дабы кто не подумал, что было время, когда Его не было. Иначе сказать. Симму изображается то, что Иисус Христос есть так же вечный Сын Божий, как и вечен Бог Отец. То есть как раз мы сейчас читаем толкование, что как сияние без солнца, свет без солнца не бывает, так как Иисус Христос, то есть по Божеству Он был вечный, как Бог Отец, Бог, Сын Иисус Христос. Вот. Ну, немножко, значит, мы на этом остановимся. И можно еще раз закрепить, чтобы это уяснить, если что-то непонятно. Вот Зоя еще, может, повторяйте, вот Татьяна, чтобы мы слышали, как наше сегодня исповедание, как мы православные исповедуем, да? Святой Троицу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой. Бог Отец? Бог Сын. Бог Сын. Бог Отец – первое лицо, да? Да. Бог Иисус Христос – второе лицо Святой Троицы, да? И Бог Дух Святой – третье лицо. То есть, я к чему говорю? Потому что есть многие сейчас ерески, которые не признают, скажем, вот эти три лица, но они были всегда, да? Кто вообще есть такой, что Иисуса Христа не признают за то, что Он Бог, почитают Его просто за человека, или, скажем, за пророка, да, как мусульмане. Есть которые, еретики, которые вообще его не признают ни за пророка, ни за Бога. То есть у них свои там, да, как Кришна, Бода и прочее. Там вообще есть, там вообще выполняется ида. Кришна – это другая вера, да? Ну, это еретики, скажем так, которые почитают Кришну за Бога, но это всего лишь заблуждение, потому что они не знают истинного Бога. А истинный Бог у нас, опять же, мы говорим один, но в трех лицах. Три ипостаси, три лица, Бог один, но в трех лицах. Еще, как говорят троица, не раздельная и не слитная. То есть так вот интересно, и не слитная, и не раздельная. Ну, мы принимаем и веруем, так? Слава тебе, Господи, слава тебе, да, усвоится это все. Что, может, все еще непонятно? Не знаю, пока не могу, в общем, спешать. Сложно немножко, да? Ну, это нужно еще несколько раз читать, это, наверное, еще самим прочитать, надо этим подумать, к этому и вернуться. С одной стороны вроде понимая, а с другой стороны не будем слушать, да? Сложно. Ну, Господь познается только Духом Святым, да. Да, ну, помоги Господи. Сегодня я была, скажем, в другом храме, причистил Святых Христовых Тайм. Слава тебе, Господи, слава тебе. У нас много было, сегодня тоже причастников. Жалко, что у нас не могла сегодня побыть еще у нас одна, но приглашали, она тоже причастница, но она время немножко ошиблась во времени. Вот, там в храме, где я была, сегодня очень интересно, было очень много, я могу сказать, ходит всегда цыгань к причастию, всем таборам. Очень много причастников. Ходили этим. Да, причащались. Вот, я, правда, немножко взяла такой же красненький Евангелие, два с собой, ну, жалко, что мы с нами побольше, тоже вот спросила, у цыганта есть ли у них, они говорят, есть, есть. Но одна задумалась, стояла-стояла, подумала, а у меня нету. Я говорю, ну, возьмите. Она так подумала, подумала, посмотрела, ну, думаю, слава Богу. И еще одну встретила знакомую, она так увидела меня и говорит, ты приняла монашеский островик? Я говорю, нет, просто, говорю, я православная христианка. Тоже вот и Евангелие дала, и у меня стихи все самые были. Причастников у нас очень много, но я так говорю, опять-таки, причащается, а если спросить, то мы, наверное, не на все вопросы ответим, кто и есть наш Бог, да? Мы должны это знать, чтобы не впадать в всякие ельси. Вот. Отсюда все. Да поможет нам Господь. Батери, Господи, Батери, 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 Батери. Ну да, конечно, чтобы не впадь в ельце, в полице, чтобы что-то не такое, когда нас просят, мы должны уметь отвечать. Всякому. Кто есть наш Бог, кому мы кланяемся, да? Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Туда. Прочит. Достойная всякого истину, блажите вся Богородицу, признав блаженную и пренепорочную, и мать для Бога нашего, честнейшую все родим, и славнейшую без сравнения все родим, безысления Бога слово родшую, сущую пока родим.